Продолжаем эфир первого городского телеканала. Вы смотрите программу «Из первых рук» в студии Асель Растангалиева. Сегодня у нас в студии старший инспектор по особым поручениям группы ювенальной полиции Управления местной полицейской службы Департамента полиции Актюбинской области Нуржан Мукумов. Здравствуйте, Нуржан. Нуржан, поговорим сегодня о ОПМ «Дети в ночном городе», который стартовал с какого числа, до какого числа продлится, и какая работа ведется вами в рамках этого ОПМ? Здравствуйте. Получается, 17 по 19 июля текущего года на территории области проводится оперативно-профилактическое мероприятие республиканского значения «Дети в ночном городе». Цель данного мероприятия – пересечение правонарушений в средние совершилетия, а также в отношении их выявления и реализации алкогольной продукции лица, недосекшие 21 года, а также табачных изделий, а также рейдовые мероприятия, запланированные по выявлению совершилетних, нахождение в усилительных заведениях, а также в ночное время нахождение без сопровождения законных представителей. На сегодняшний день какая картина? Ну, на сегодняшний день, вот, по итогам первого дня имеются факты нахождения несовершеннолетних, то есть за первый день в органах отдела полиции доставлено более 170 несовершеннолетних, из них 127 за нахождение в ночное время суток. Также 6 несовершеннолетних у нас помещены в Центр поддержки детей, оставшиеся жизненно в трудной ситуации. В органы внутренних дел доставлено 127 несовершеннолетних за позднее хождение, то есть без сопровождения законных представителей. По данному факту в отношении родителей приняты меры предупредительного характера, составлены административные протоколы. Также 13 родителей привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. 24 несовершеннолетних и 29 неблагополучных семей поставлены на учеты в отделы полиции, с которыми будут проводиться профилактическая работа совместно с местными исполнительными органами. Данные списки будут направлены в Акимат области, Центр занятости для улучшения их социальной жизни. Какие в основном локации вы инспектируете? Только ли это места общего скопления? Это парки, либо в том числе и дворовые какие-то территории в старой части города, в районе Шанхая и так далее? По мере возможности мы сейчас задействовали максимальный личный состав на охрану общественного порядка. Это как и участковые инспекторы, и наряды патрульной полиции. Дополнительно мы привлекли к данным мероприятиям волонтеров. Также вышли депутаты городского маслехата. В том числе, да? Да, совместно с ними мы проводим рейды. Стараемся охватить все места, где более большая концентрация молодежи. То есть с нами ежедневно проводится мониторинг, анализ проводим, где наибольшее скопление молодежи. В рамках этого ОПМ проверяете ли вы игровые залы, кафетерии и так далее? Потому что это тоже места, где очень часто находятся несовершеннолетние. Да, так как согласно статье 132 мы выявляем такие факты. За первый день у нас выявлен один факт, где молодежь, в том числе несовершеннолетние, находились в коровке клубе города нашего. Один факт выявлен, доставлен в отдел полиции, указаны несовершеннолетние, соответственно вызваны родители. И в отношении владельцев данного заведения приняты меры административного характера. То есть в данном случае замечание делается не только родителям ребенка, которые не досмотрели, но и в том числе и ИП. Да, в отношении администрации заведения тоже предусмотрена своя административная ответственность. Это по статье 132 Кодекса по административным правонарушениям. Ну я понимаю, что вы делаете свою работу, но депутаты мыслехатов, также волонтеры, в том числе и представители общественных фондов и в целом общественники. Мы их называем волонтерами, они также работу с вами проводят. А какую работу они проводят? То есть находясь рядом с вами, что они делают замечания или просто контролируют и снимают на видео, выставляют, чтобы в будущем предупредить в качестве профилактической работы? У них тоже свои мероприятия есть, свой план есть, который составлен, где они совместно с нами должны выходить на рейды. Соответственно они выходят, да, где-то они свою позицию выражают. Но в основном мы их в целях, как бы дополнительно преданной силы используем. Еще один такой момент, вот сейчас каникулярное ведь время. Большинство, да, кто-то находится у бабушек, да, в поселке, кто-то в лагере. Ну есть дети, которые уехали за рубеж, да, вместе с родителями. Но остались те, которые находятся на территории города. И сейчас каникулярное вечернее время, прохладно сейчас стало. Ну, понятное дело, что иногда заиграются и допоздна дети. То есть не делаете ли вы такие вот родителям, я имею в виду? Данная работа в течение года у нас на постоянной основе проводится. По итогам месяца, по итогам квартала делается анализ, где мы приводим примеры, в каких случаях в основном дети уходят из дома или без вести пропадают. Сейчас вот в каникулярный период, хоть и учебные заведения закрыты, но у нас пришкольные лагеря есть, загородные лагеря есть. Вы также проводите на базе загородных лагерей свои мероприятия, да? Да. Это у нас совместно с управлением образования разработан совместный план мероприятия по проведению профилактических работ именно в лагерях. Это у нас совместно с департаментом чрезвычайных ситуаций, управлением образования и совместно с департаментом полиции. Проводим раздельную работу, получается, с участниками лагерей. А сейчас, когда начнется уже учебный год, вы опять вернетесь к работе с администрацией школы, с ребятами, я так понимаю, с учениками школьников? Да, опять же, будут совместные планы составлены. Это уже на следующий год у нас, получается, с 23 по 24 учебный год будут составлены совместные мероприятия с каждым учебным заведением. То есть, что будем в течение года делать? Уже намечены есть планы, которые будут в дальнейшем реализовываться. Еще один такой вот момент. Проводите ли вы какие-то рейдовые мероприятия, в том числе с сотрудниками ДЧС? Я понимаю, что сейчас погода такова, что горожане не отправляются уже к водоемам, но та жара, которая была, и та статистика, которая показывала нам, что очень большое количество утонувших, в том числе и детей, конечно, она вызвала бурю негодования, естественно, общественный резонанс. Вот в данном случае какую вы работу проводите? Данная работа у нас началась с начала потепления, так сказать, не с начала купального сезона, а с момента потепления погоды. К сожалению, у нас имеются факты гибели на воде. Это с начала года у нас шесть фактов зарегистрированы, где именно утонули у нас несовершеннолетние. Да, эта работа проводится, но в основном дети, как бы у нас гибель происходит там, где запрещено купаться. Для этого у нас совместно с Департаментом чрезвычайной ситуации в период купального сезона проводятся рейдовые мероприятия. Совместно это получается за сотрудник Департамента и сотрудник Департамента чрезвычайной ситуации. Вдоль рек, озер проводится работа. Также эта работа по области проводится. Что касается летнего, опять же, каникулярного периода, дети бывают, что заиграются, рядом находится проезжая часть, тоже либо мяч вылетит, и они бегут. Тоже какая работа проводится? Вы имеете в виду в целях дорожной безопасности, да? Да, это тоже проводится. Вот сейчас у нас в рамках акции «Сон за рулем» дополнительно проводится также развитие работы по недопущению детской дорожной трассы на происшествие с детьми, с участием детей. Да, правильно вы отметили, что в связи с потеплением у нас сейчас во дворах, в густонаселенных местах имеются факты наезды на пешеходах. В рамках акции у нас проводятся также дополнительно развитие беседы. Сейчас максимально задействуем личный состав по недопущению дорожной трассы в происшествие с участием детей. Спасибо огромное вам за разъяснение. Напомню, сегодня в студии был Нуржан Мукумов, старший инспектор по особым поручениям группы ювенальной полиции управления местной полицейской службы департамента полиции Ак-Тюбинской области. Напомню, что с 17 по 19 июля проходит республиканская акция «Дети в ночном городе». Поэтому, уважаемые родители, пожалуйста, напоминаем, что до 23.00 ребенок уже должен находиться дома. На этом наша программа завершена. До скорых встреч!